17-я Московская конференция «Проблемы женского здоровья и пути их решения» прошла в начале ноября в Москве. Значительная часть программы конференции была отведена проблемам кардиологического профиля. И хотя рекомендации по лечению сердечно-сосудистых заболеваний разделения пациентов на мужчин и женщин не предполагают, в структуре смертности у женщин доля этих заболеваний по-прежнему высока. Кроме того, есть выраженные гендерные особенности в клинической картине заболеваний, их течении и лечении. Было обращено внимание лет 10 примерно назад на то, что применение рекомендаций как-то вот снижает смертность у мужчин, не снижает у женщин. И с этим во всем мире, в нашей стране в том числе, начались исследования по состоянию женского здоровья. И в частности было выяснено, что факторы риска немножко другие у женщин. То есть помимо общепринятых таких вот факторов, мы знаем, повышенный холестерин, гипертония и так далее, есть гендероспецифические факторы риска. То есть, например, если женщина родилась с маленьким весом, риск развития выше. Если она ребенка родила с маленьким весом, риск выше. Постменопауза вносит определенный вклад. Гипертония во время беременности, диабет во время беременности. Женщины имеют много таких особенностей. У женщин клиническая картина немножко другая. Они жалуются иногда так же типично, как мужчины на боли в сердце. Но очень часто у них бывают жалобы на удушье, одышку, бессонницу, боли в локтях, в горле, в ушах и так далее. То есть это совершенно другая локализация. В рекомендациях часто не выделяют разделы специально для женщин. Но теперь уже во многих и такие разделы существуют. Почему? Потому что, вот если, например, тактика репрофузионной терапии, например, инвазивное вмешательство, они одинаковые у мужчин и у женщин. Просто у женщин сложнее, потому что у них коронарные артерии такие тоненькие, мелкие и оперировать сложнее, чем мужчин, у которых крупные сосуды. В Московской области в последнее время открыто 10 инвазивных сосудистых центров. Это мытища Красногорска-Подольск. Туда стекается большое количество больных. Вот в Красногорске, например, в месяц, наверное, оперируется порядка 240 пациентов с острым коронарным синдромом. Вообще, надо сказать, что вот в этом округе так организована помощь, что скорая везет прямо напрямую, не завозя в другие больницы, чтобы не потерять время. Сейчас мы мониторируем приезд скорой помощи на ежедневной основе. То есть мне в 12 часов присылают сведения. Все, что произошло по области в плане острого коронарного синдрома, куда повезли больного, почему его не повезли в центр, именно который может оказывать инвазивную помощь. По сравнению с 2015 годом у нас летальность от инфаркта снизилась вдвое. В сосудистых центрах, именно в сосудистых центрах. Поэтому так важно, чтобы менталитет и у врачей, и у пациентов был так настроен на то, что нужно ехать. Потому что приходится сталкиваться, что больные отказываются, родственники отказываются, говоря о том, что нам далеко ехать навещать. Ну разве это главное? Главное, наверное, жизнь человека сохранить. В кардиологическом отделении одной только Красногорской городской больницы номер один, наряду с кардиологами высшей квалификационной категории с пациентами работают также психолог, сосудистый хирург и врач ЛФК, что позволяет разрабатывать индивидуальную программу ранней реабилитации каждому пациенту и определяет тактику профилактики повторного инфаркта миокарда.